Данная лекция посвящена тому, как правильно оформлять письменные работы в соответствии с ГОСТами и стандартами. Начнем с того, что ввиду развития современных технологий ожидается, что все студенческие исследовательские работы в массе своей будут выполнены на компьютере и затем распечатаны на принтере. В таком случае, общее требование к оформлению письменных работ состоит в том, что все они должны быть распечатаны на одной стороне стандартного листа белой офсетной бумаги формата А4 в соблюдении следующих параметров полей. Левое поле 3 см, правое 1,5 см, верхнее и нижнее 2 см. Шрифт, используемый во всей работе Times New Roman, 14 кегль, полуторный междустрочный интервал. Нумерация страниц выполняется в центре верхнего поля страницы. Титульная страница является первой, но не нумеруется. Рекомендуется следующие объемы работ. Курсовая работа не меньше 15 страниц, дипломная работа бакалаврского и магистрского уровней 35 до 70 страниц, кандидатская диссертация 150-200 страниц. Титульная страница, содержание или план, список использованных источников литературы, так же как и приложение, не засчитывается в необходимый объем работы. В научном мире существует несколько различных стандартов и систем оформления работ. Для оформления богословских работ, выполненных на русском языке, Евроазиатская кредитационная ассоциация считает необходимым следовать нормам международных стандартов ГОСТ 7.12.003 и других ГОСТов, которые вы видите на экране. Эти стандарты приняты Международным советом по стандартизации стран СНГ. Системы оформления, принятые в Европейском научно-богословском сообществе или системы, принятые в Северной Америке, использовать не рекомендуется. Теперь давайте подробнее рассмотрим, как же рекомендуется оформлять заголовки, оглавление или план, а также титульный лист письменной научной работы. Как вы уже знаете, разбивка текста исследования на разделы, подразделы и пункты происходит уже при составлении плана. Причем каждому разделу, подразделу и пункту присваивается собственное название – заголовок. Напомним, что заголовок должен содержать в себе ключевые слова, несущие особую смысловую нагрузку. Заголовок – это первая встреча читателя с идеей раздела, подраздела или пункта. Поэтому он должен ярко и четко отражать информацию, содержащуюся под ним. Заголовок должен быть кратким и емким. Рекомендуется не делать в заголовок более одной строки. В то же время не стоит использовать однословные заголовки, так как это создает опасность двусмысленности, влекущей неверную интерпретацию. Не допускается ни сужение смысла текста, когда в тексте раскрываются идеи, не отраженные в заголовке, ни расширение, когда в тексте отсутствуют идеи, обозначенные в заголовке. В научном мире существует несколько систем оформления заголовков. Для обозначения и иерархии используются знаки различных типов – цифры, буквы, римские цифры и т.д. Наиболее удобной является система, использующая цифровые обозначения. Евро-Азиатская кредитационная ассоциация ожидает использования именно такой системы. Нумерация разделов, подразделов и пунктов указывает на уровень данного заголовка. Разделы обозначаются одной римской цифрой, составные части разделов – двумя арабскими цифрами, пункты – тремя арабскими цифрами. Использование такой системы позволяет не употреблять слова «часть», «раздел», «параграф». Чем меньше раздел, тем длиннее его цифровой код. Градация до третьего уровня вполне достаточна. Для лучшей ориентации внутри произведения заголовки не только нумеруются, но вдобавок еще и различаются по внешнему виду. Каждый раздел должен начинаться с новой страницы. Это правило относится и к другим структурным частям работы – введению, заключению, библиографическому списку, приложениям, указателям. Расстояние между названием раздела и последующим текстом должно быть равно трем интервалам. Каждому заголовку второго и последующих уровней предшествует одна пустая строка сверху, после каждого заголовка также следует снизу пустая строка. Точка в конце заголовков не ставится. Не допускается подчеркивание заголовков и перенос слов заголовки. Введение не нумеруется. Введение, как и заголовки первого уровня, обозначающие разделы, выполняется полужирным шрифтом Time New Roman в 14-м ге кеглем, прописными буквами и располагается по центру. После цифрового кода в заголовках первого уровня ставится точка. Заголовки второго уровня, обозначающие части разделов, то есть параграфы, выполняются полужирным шрифтом Times New Roman в 14-м ге кеглем с строчными буквами. Нумеруются и располагаются сначала строки. Первое слово заголовка пишется с прописной буквы, все последующие со строчных, кроме тех слов, которые нужно писать с заглавной буквы по грамматическим правилам. После цифрового кода в заголовках второго уровня ставится точка. Заголовки третьего уровня, обозначающие пункты, части, параграфов, выполняются обычным шрифтом Times New Roman в 14-м ге кеглем с строчными буквами, нумеруются и располагаются в начале строки. Первое слово заголовка набирается с прописной буквы, все последующие со строчных. После цифрового кода в заголовках третьего уровня и выше точка не ставится. Заголовки, заключения, приложения, библиографического списка выполняются полужирным шрифтом Times New Roman в 14-м ге кеглем с прописными буквами и располагаются по центру. Как вы уже знаете, к приложениям относят какую-либо вспомогательную информацию, не принадлежащую к тексту работы. То есть таблицы, иллюстрации, диаграммы или карты. Помещается приложение в конце работы и оформляется следующим образом. Справа от заголовка обычным шрифтом Times New Roman в 14-м ге кеглем пометьте название приложения и проставьте его номер по порядку. Слово приложения выравнивается по правому краю. Теперь давайте перейдем к рассмотрению того, как оформляется оглавление письменной работы. Оглавление представляет собой список всех заголовков вашей работы с указанием номеров их страниц. Оно помещается вторым затитульным листом. С него начинается простановка номеров страниц в работе. Напомним, что титульный лист, являясь первым, не нумеруется. Оглавление выполняется и располагается по правилам оформления всех заголовков. Полужирным шрифтом, Times New Roman, 14-й кегль, прописными буквами и по центру. Здесь следует отметить, что составление оглавления письменной работы может стать для вас делом всего одной минуты, если вы вовремя сделаете соответствующий шаблон документа в одной из компьютерных офисных редакторов программ, которые специально призназначены для того, чтобы облегчить труд студента. Компьютер сам отыщет нужные страницы, заголовки, пункты и сведет их в упорядоченный список. При оформлении титульного листа вашей работы тоже необходимо придерживаться некоторых правил. Хотя правила эти могут несколько отличаться в зависимости от требований каждого конкретного учебного заведения. Итак, титульный лист дипломной работы должен содержать официальную информацию о вас и о вашем произведении. Принцип расположения компонентов титульного листа таков. Расположение текста на странице по центру. Название дипломной работы или реферата выполняется шрифтом Times New Roman, 18 кеглем, прописными буквами. Заголовок «Дипломная работа», а также информация об авторе, научном руководителе, рецензенте для дипломных и магистрских работ выполняется тем же шрифтом, только 16 кеглем. Информация об авторе, научном руководителе, рецензенте выравнивается по левому краю страницы. Весь остальной текст титульного листа выполняется шрифтом Times New Roman, 14 кеглем. Титульные листы курсовых и контрольных работ оформляются аналогично, за исключением некоторых отличий. Вместо заголовка «Дипломная работа» пишутся заголовки «Курсовая работа» либо «Реферат». Приводится также информация о том, в рамках какой учебной дисциплины выполнена работа. В данном случае, однако, отсутствует информация о соискании степени, а также о научном руководителе и рецензенте. Вместо них приводится фамилия и ученая степень преподавателя, принимающего к оценке работ. Титульный лист диссертации содержит следующую информацию. Название организации, где выполнена диссертация, указание статуса работы, обычно пишут на правах рукописи, фамилия, имя, отчество автора, название диссертации, шифр и наименование специальности. Например, для направления теология российский образовательный госстандарт предусматривает шифр 520200. Далее данные о научном руководителе, город и год выполнения работы. Итак, в рамках этой лекции мы с вами ознакомились с некоторыми требованиями к оформлению заголовков, оглавления и титульного листа письменной работы. В ходе следующей лекции мы научимся правильно оформлять цитаты и ссылки на используемую в работе литературу. Продолжение следует...